Я хочу, чтобы это был сон. Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген всегда тепло отзывается о своих педагогах. В интервью пятому каналу он, отвечая на вопрос журналиста, в чем секрет его успеха, скромно сказал, «Мне сильно повезло с учителями». Это все благодаря моим родителям, моей бабушке и дедушке. Они когда-то возили меня в детскую музыкальную школу, когда мне было 5 лет. Точнее, бабушка, несмотря на то, что у нее ноги больные были, она постоянно водила меня в школу. Педагоги тоже с любовью вспоминают послушного, трудолюбивого мальчика, а затем и юношу с большими глазами и абсолютным слухом. С самого рождения Димаша Кудайбергена сопровождала музыка. Его родители, Светлана и Канат Айтбаевы, артисты, с раннего возраста приобщали сына к искусству. Димаш начал заниматься музыкой с детства. О том, как проходили эти уроки, вспоминает его первая учительница Дина Ниязова во фрагменте интервью на канале QARA Media. Видео полностью вы можете посмотреть на канале по ссылке в описании видео. В интервью Дина Ниязова рассказала о трудолюбии Димаша. Если говорить про Димаша, то он в любом случае бы прорвался. Он талантливый человек и все. Его необыкновенном таланте упомянуло о том, как прошло его первое выступление. В беседе были затронуты вопросы о том, какой будет его избранница, что ждет ее в семье артиста, как можно познакомиться с Димашем и многое другое. Итак, слушаем. Можете меня с ним познакомить? Кто-нибудь? Поэтому, может быть, и не стоит знакомиться. Если говорить про Димаша, то он все равно в любом случае бы прорвался. Он талантливый человек и все. Вообще никого, никаких вот этих новостей, что какая-нибудь каташка у него девушка. Все смотрят вот статьи, кто возлюбленный Димаш Кудай-Бельгана. Он там все время отходит от темы, говорит, нет, нет. Очень хороший человек. Он очень хороший человек. У него просто достойнейшее воспитание, поэтому он в любом случае выстрелил бы рано или поздно. Потому что человеческие возможности вне нашего понимания, вот его возможности вне моего понимания, как он это делает, честно, я не знаю. Самое интересное, что я помню все это и восстановление. Это был обычный ребенок. Абсолютно обычный ребенок. Единственное, что у него нет. У него абсолютный слух. Что его отличало? Абсолютный слух. Потом огромное любопытство. То есть то, что он сидел на студии, папа все-таки занимался аранжировками. Они сделали там студию. Он сидел на этой студии. Он видел, как это делается, как музыка собирается по крупицам. Сначала с барабанов, бас-гитар и так далее. То есть он пробовал играть то, что не пробуют, допустим, другие дети. Потому что у него была такая возможность. Он купался в сфере музыки, потому что он рос за кулисами. Когда родители поют твои на сцене, естественно, ты в любом случае, ты все время рядом. Поэтому потом он сам уже активно в студии САС у нас в областной филармонии. Он был в качестве артиста, ведущего. Он пробовал себя во всем. Конечно, у него было какое-то определенное стеснение каких-то вещей. Но он просто очень любопытный и, наверное, бесстрашный. Он просто на самом деле сам себя сделал. То есть, получается, больше важен не талант, а трудолюбие? Конечно, конечно. А у нас очень много талантливых людей, которые не смогли себя реализовать, потому что все время откладывают на завтра. Которые говорят, что, ай, может быть, потом это сейчас. Или там, допустим, не хватает какой-то уверенности в себе. Много же людей, которые я слышала, допустим, в тех же караоке-клубах. Рядом сидел со мной парень. Мы потом с ним стали общаться. Он работает юристом, но он поет просто. Он поет, ему в музыке надо быть. Он смеется и говорит, у меня два высших образования, но я, говорит, в музыке никогда, ни в музыкальной школе не училась. Но он бесспорный талант. Теперь я его спрашиваю, что-то для развития. Он говорит, а зачем? Вот и все. То есть, у него есть какое-то определенное свое направление в жизни, которое нашел. То есть, это ему повезло еще, что у него получается там все, допустим. Трудолюбие, значит, подтверждает. Да, однозначно. Однозначно. А вот можно даже, ну, благодаря этому трудолюбию, можно человека, который ни петь не может, но слуха нет, вообще ничего, никаких природных данных, и просто взять его и сделать его таким, как вот... Мне нравится, когда слуха нет. Ко мне часто подходит, говорит, здравствуйте, у меня нет слуха, но я хочу сниматься музыкой. Я говорю, мы с вами разговариваем, вы меня слушаете? Слышите? Я говорю, да, слышу. Почему вы тогда говорите, что у вас слуха нет? Чувство ритма, ничего. Все развивается. Просто надо это, чем раньше ты начал, тем это лучше. Имейте в виду, можно развивать, не сразу отдавать на инструмент какой-то, а сначала маленького ребенка научить в такт хлопать. Это вот чувство ритма называется, чувство метра. Потом в Инстаграме я увидела видео, папа занимается с девочкой, четыре тарелки перед ними, музыка звучит, он ей показывает апельсин, где хлопать, апельсин, хлопать. И она повторяет за ним. То есть какие-то вот такие больше развлекательного характера направления, если выбирать, допустим, с ребенком маленьким, то дальше его дикое желание. Если он сильно хочет, у него все получится. Интонации работают. Не бывает так, что человек родился сам и запел прям шикарно. Шикарно поют только талантливые дети. Все остальные дети просто работают над тем, чтобы у него получалось точно так же, как у этого. То есть получается, что вообще развить можно все, что хотите. И слух, и ритм, научить можно. В цирке же учат. Да. Тех же обезьян играть на гитаре. То есть я имею в виду, вообще любого человека можно научить, если у него есть огромное желание. Если, я же говорю, если он все это начал в детстве, тогда вообще не проблема. То есть родители должны давать ребенку возможность пощупать себя во всех сферах, для того, чтобы он потом понимал, кем он хочет быть. Вот если родители молодые нас смотрят, у них там дети, во сколько ему лучше отдавать своего ребенка заниматься вот такими вот, ну, музыкой и так далее, развивать это? Вообще, мне говорят, допустим, 5-4, допустим, годика. Я была в школе для одаренных детей, имени Пляжа Боиситова и в Алмате. Там набирают сначала 4-летних детей. 4-летних? 4-летних. И обучают их платно. То есть целый год дети учатся там платно. Дальше их начинают каждого индивидуально отсеивать. То есть они просеивают всех этих детей и конкретно знают уже, кто из них одарен, кто из них не так одарен, допустим. И, исходя из этого, они, допустим, начинают набирать себе в класс фортепиано, в класс скрипки, кого-то на думбру сажают, допустим, там. Крупная девочка, хорошая большая рука, допустим, она сможет играть на думбре. Следующий год, допустим, те, кто не прошел, они обратно учатся платно. Те, кто прошли, они уже занимаются там бесплатно, они уже зачислены в эту школу. То есть, допустим, нам в Ахтубе, да, что нам делать? Мне нравится, у нас во дворце школьников есть группа, ШЕР называется, школа эстетического развития. Вот и все. Можно для начала, они по субботам занимаются только один день, это я точно знаю. Да, можно отдавать туда. То есть там у них 20 минут хореографии, они все вместе танцуют, они вместе поют, какие-то припевы, прибаутки и так далее. Сначала, для начала, да, развивающие какие-то центры. Не обязательно сразу отдавать музыкальную школу в 4 года, нет. Можно отбить желание напрочь. Я начала заниматься музыкой в 8 лет. Я не считаю, что это поздно. Я в 8 лет начала, я когда закончила 9 классов школы, я закончила музыкальную школу. И абсолютно спокойно сдала документы в музыкальный колледж. И уже продолжила, я уже поняла, что как бы это моя профессия, это мое призвание. Вот, поэтому торопиться не надо, можно просто купить какие-то развивающие музыкальные, чтобы ребенок понимал, для чего барабан, для чего фортепиано, какая гитара там и так далее. Это все на уровне игры. Какие-то сейчас возможностей очень много в Ютубе. Да, детские, допустим, песни. Ребенок должен петь для того, чтобы у него была чистая интонация, он понимал ритм, он знал настроение. Какую песню где применить можно, допустим. Вот у него хорошее настроение, он сегодня поет хорошую песенку, добрую, допустим, веселую. У него плохое настроение, грустное, он может спеть грустную песню, исходя из тех же слов в тексте, допустим. Да, там, обидели куклу, там, или хорошая веселая лошадка, я не знаю, это все на уровне игры. Если родители вместе с ним могут подпеть в машине, едут они и включают диск какой-нибудь общий, у них есть общие песни. Это, вот это развитие. Можно купить для машины, допустим, не слушать то, что сейчас все слушают по радио, допустим, а купить отдельные диски, купить музыку Моцарта, купить музыку Чайковского, купить, я не знаю, все, что угодно. Гайлин, там, Бетховен, потихоньку пускай это идет фоном, это в любом случае внутренне подтягивает. Ребенок не будет, я не знаю, каким-то обычным. А вот чтобы вырастить талант, вообще вот есть много историй именно талантливых людей, которые росли с такими родителями жесткими, которые прям вот дисциплинированно вставали очень рано, занимались по несколько часов в день пианино, вокалом, еще чем-то, и вырастали звездами. А есть еще другой подход, когда ты ребенка особо не заставляешь, когда ты мягко там его подталкиваешь, даешь ему выбор, делать, не делать. Вот что вот именно важно, ну что лучше выбрать, если ты хочешь именно талант, звезду вырастить? Какой подход? Меня не растили в жестких условиях. Мне дали выбор. У меня был выбор. И я то же самое, я не могу со своими детьми жестко по расписанию и так далее. У них тоже есть выбор. Или занимаешься этим, или не занимаешься, допустим. Но в любом случае вот то, в какой среде я верчусь, мои дети автоматически крутятся в моей среде. И вот сейчас я же понимаю, что в каких-то вопросах они владеют вот именно в моей сфере лучше гораздо, чем в какой-то другой. И я понимаю, что это на выбор профессии скажется в любом случае при принятии решения. То есть дальше что они выберут, в любом случае они эту сферу абсолютно спокойно уже знают. Поэтому нет одинакового рецепта. То есть можно, знаете, с двух позиций я смотрела фильм, в советское время снятый. Снимали про выдающуюся балерину, про хореографа-педагога, который воспитывает девочек-балерин. Там, понятно, там очень жесткие условия, упражнения, растяжки, диеты, дисциплина железнейшая. С ее позиции показывают ее как все-таки выдающуюся личность, которая готовит прим-балерин в разные театры, в том числе и в большой. А потом показывают позиции ребенка. Понятно, что ей больно, понятно, что она хочет спать, она хочет есть, она хочет к маме. Она просто обычный ребенок, который хочет жить точно так же обычной человеческой жизнью. Поэтому нет определенного одинакового рецепта. Каждый родитель все-таки владеет каким-то чутьем своим, наверное. Я так думаю, что самое важное, наверное, не расти таланта. Мне кажется, самое важное вырастить достойного человека, наверное, любимого ребенка, чтобы ребенок понимал, что его любят. Вот это важнее гораздо всех остальных, не знаю, там, нобелевских премий, там, любых орденов, которые у тебя будут висеть. Если ребенок растет в комфортных условиях, в любящей семье, это же классно же. А дальше или выстрелит, или не выстрелит, заранее загадать невозможно. Я знаю кучу таких судеб, в которых, допустим, ребенка муштровали, но ничего хорошего из этого не вышло. Зачастую, да, зачастую, допустим, они бросают это дело, потому что это не их выбор, это выбор родителей. У нас очень много семей, которым навязывают, да, все медики, ты должен быть врачом. А у ребенка абсолютно другая, я не знаю, звезда во лбу, да, а может быть, он должен быть, я не знаю, гениальным архитектором, который принесет гораздо больше пользы, чем он просто, допустим, покалечит какое-то количество судеб. Поэтому, чем просто быть середнячком где-то в какой-то среде, в которой твои родители трудятся, мне кажется, лучше быть одним из первых в какой-то среде, которая тебе нравится. Работа должна приносить удовольствие. Хорошо. Хорошо. Так, сейчас будут вопросы, немножко смешные, может быть, можно много не думать, просто, что приходит в голову. А просто, да? Ну, не совсем, что приходит в голову, можете отвечать. Почему Гренландия не зеленая, если в переводе она означает зеленая земля? Почему она не зеленая? Да, Гренландия. А я там не была, кстати, я даже не знаю, как она выглядит. Гренландия – это арктическая какая-то страна, там один снег. А, одни льды? Да, одни льды, да. Не знаю, может, отсвечивала чего-то. Честно, вы сказали, не думайте, я не думаю. Что бы вы выбрали? Вот, вам сказали. Продолжаем. Что бы вы выбрали? Вам сказали, вы либо сейчас уезжаете из Казахстана, можете жить где угодно, путешествовать где угодно, но никогда вы обратно не вернетесь. Либо вы всю жизнь остаетесь здесь, никуда больше не выезжаете. Я остаюсь здесь, никуда не выезжая. Я не смогу, однозначно. Не сможете? Не смогу, однозначно. Я примеряла на себя, где бы я ни была. Я везде примеряла. Вот вдруг, если бы я здесь жила, и я не могу, я домой хочу. Мне вот степи, воздух. Я знаю даже, как пахнет наш вокзал. Вот я не могу без этого жить. Очень патриотично. Не, на самом деле, как бы, это, видите, я даже не задумываюсь. Потому что... Некоторые подростки, может быть, за кадром, как просто такие сидят. Нет, ну, это, я не знаю. Я не могу сказать, что я росла в такой семье, знаете, где мне говорили, ты, там, должна, мной, Еленда, там, Сюга. Нет, мне так никто не говорил. Я понимаю, что я, вот, наверное, вот себя здесь чувствую так, как я хочу жить. Я здесь чувствую настолько себя комфортно. А когда ты в чужой стране оказываешься без знания, достойного знания языка, там, понятно, там, good morning это одно. Когда тебе важно сказать, что я чувствую, сердцем, важно поделиться с этими людьми. А у тебя нет такой возможности, у тебя все время закрыт рот. И я понимаю, что даже, там, какие-то 20 лет жизни в этой стране, они не принесут тебе того понимания, которое внутри человека. И отсюда, мне кажется, я начну однозначно болеть. Это однозначно. Потому что, я, кстати, не понимаю людей, которые, там, а, наворовал, там, и уехал, переехал. Вот, честно, я понимаю, как они там страдают. Любой человек, мне кажется, он кривит душой, когда он говорит, что, а, я здесь живу, супер, там, у меня там дворец и так далее. Там есть все-таки, вот, внутри сны снятся. Это однозначно, потому что здесь земля твоих предков, здесь похоронены твои родители. Это, знаете, как была передача про американца. Это не американец, это русский солдат, который в период Великой Отечественной войны, союзники ему сказали, что, если ты вернешься, страну тебя посадят в лагеря. Поехали с нами. И он согласился, он поехал. И он числился, оказывается, в Советском Союзе, как без вести пропавший. А на самом деле он очень комфортно устроился сначала в одной стране, потом в другой, в конце концов, оказался в Америке. Женился на женщине, она ему родила пять сыновей. И вот он уже в годах, это вот буквально передача в последние пять лет вышла, он приезжает сюда с четырьмя сыновьями из пятерых. У него здесь, естественно, все его родители умерли. Какая-то деревня небольшая, и нашли фотографии его матери. То есть он ни одного из своих родственников никого не видит. Это же ужасно. Жить с таким ощущением, что вот здесь твои родители, а ты где-то в чужой стране, с чужим языком, с чужой культурой. То, что, я не знаю, я понимаю, что, допустим, в той же России бешпалмак, он другой все равно. Я там пробовала его готовить. Это не то. И я потом говорю, а, вы игру, я знаю, вы травой игру свою, скотину кормите, говорю, а мы игру зерном. Даже в наваристости бульона разница огромная. Хорошо. И мы все знаем, и зрители наши тоже. Димаш Кудайберген, такой красивый парень. Можете меня с ним познакомить? Кто-нибудь сможет с Казахстана, кто-то с ним сходит на свидание. Вообще никого, никаких вот этих новостей, что какая-нибудь казашка у него девушка. Все смотрят вот статьи, там, кто возлюбленная Димаш Кудайбергена. Он там все время отходит от темы, говорит, нет, нет. Вот давайте сейчас, давайте смотрите. Я могу сказать, на вот это ответить следующее. Когда парень здесь сидит перед вами, допустим, за камерой, он вас не интересует, правильно? Для этого он должен стать сразу же мега какой-то крутой звездой. Любая звезда рядом с вами, вы можете его сама таким сделать, допустим. Я имею в виду, вообще в глазах женщины, в глазах девушки, любимый мужчина становится звездой. Автоматически. Поэтому, если, допустим, вы кого-то полюбите очень сильно, вот это ваша звезда. А там дальше уже по жизни, как вы его, допустим, до какого уровня вы его доведете. Что касается Димаша, он очень серьезно относится к выбору жены. Мы с ним позав прошлом году об этом говорили. Только та, которая сможет угодить, а все-таки там бабушка с дедушкой, там папа, мама. То есть это большая семья. Там есть брат, сестра. У нее непростая задача. Я, честно говоря, допустим, понимаю все сложности ее. Это психологически, допустим, найти общий язык со всеми. Это непростая задача. Потому что попасть, допустим, в звездную семью девочке-простушке будет, на самом деле, очень сложно. Поэтому это еще надо будет доказать. То есть там мало любви. В наших казахских семьях мало любви. Нам этого иногда недостаточно. Ты должна быть в любом случае очень гибкая для того, чтобы все-таки угодить всем. Друзья, давайте поблагодарим авторов интервью и обязательно посетим их канал. Ссылка в описании видео. Отдельное спасибо Дине Неязовой за ее педагогический талант, раскрывший будущего мирового гения вокала Димаша Кудайбергена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... под саундом с элементом Димашко-Энергеном. Мы вас всех ждем завтра в 19.00 на нашем онлайн-концерте. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!